До того, как Яник стал известен, в детстве он слушал рок, поп-панк и даже сам играл в музыкальной группе. До того, как Яник стал известен, после провального первого альбома он бросил творчество и стал заниматься учебой. До того, как Яник стал известен, он одним из первых стал писать трэп в России, продвигая его в массы, когда такую музыку еще никто не понимал. Добро пожаловать на Телблогнет! И сегодня мы поведаем вам о жизни Яникса до того, как он стал известен. А пока реклама. Всем привет, меня зовут Олег Маргун. Я хотел бы вам представить свой новый ютуб-канал Маргун Ювелир. Этот канал будет интересен как для ювелиров, так и для тех людей, которые просто носят ювелирные украшения. Она орет всегда, когда я вставляю два пальца до конца. И я забыл ее обидусь. Гринтвейн разбавляет чил с ней. Янис Бадуров, известный как Яникс, родился в городе Красногорск, Московской области. На данный момент ему 23 года, и он успел добиться больших успехов в русском рэпе. Концерты с его участием собирают полные залы, а его клип на трек «Хайпим» хоть и был жестоко задизлайкан, но все же набрал на ютубе более 3,5 миллионов просмотров. В его темах в основном говорится о клубах, тусовках, тёлках, модных шмотках и хайпе, благодаря чему он пользуется огромной популярностью у младшей аудитории, которая вечно гонится за модой. Но все не так легко начиналось. Вырос Янис в семье с двумя старшими братьями. Оба его родителей были врачами, которые перебрались в Московскую область из Санкт-Петербурга. Музыкой Яникс стал увлекаться еще в детстве, однако тогда его привлекает рок и поп-панк в лице таких исполнителей, как Блинг 182, Грин Дэй, The Offspring, Блэк Флаг и другие. Музыка Будучи ребенком, он занимается баскетболом, и у него это неплохо получается. За 4 года занятий его приглашали выступать в детской сборной города. Благодаря этому увлечению и появилась любовь к Джорданам, в которых он постоянно ходит. Немного позже он знакомится с рэпом и начинает слушать всех его представителей подряд. Первый русский рэп, который он услышал, был альбом группы «Рыночные отношения», особенно его впечатлил фронтмен группы «Бразилис». Однако больше он предпочитал слушать западных исполнителей южного стиля – Ти Ай, Тайга, Рик Рос. Рэп-музыка его настолько захватывает, что в 17 лет он сам начинает делать подобные треки. В России в то время про трэп знали лишь единицы, увлекающиеся заокеанским хип-хопом новой школы. Я не был уверен, что под влиянием запада такая музыка в России тоже станет популярной. Он пытался адаптировать трэп под русский язык и изо всех сил старался стать знаменитым. Надо много работать просто, и все будет. Все банально, банальная истина. Однако у него ничего не получалось. Не было даже битмейкеров, которые писали музыку для трэпа, поэтому свои первые треки Янис записывал на инструментальные минуса зарубежных исполнителей. В 18 лет он выпустил микстеп под названием «Финиш Химп», который остался незамеченным в рэп-сообществе и не принес абсолютно ничего. В то время такое звучание просто не воспринималось всерьез. В этом же году Янис Бадуров заканчивает гимназию номер 6 в Красногорске и поступает в Московский государственный университет экономики, статистики и информатики на факультет инновационного менеджмента. Из-за неудачи первого альбома он приостанавливает творческую деятельность, но немного передохнув, Нофф продолжает свое дело с еще большим усердием. Его замечает рэп-коллектив ТА и приглашает в свои ряды, после чего Янис записывает с ними несколько треков. А в 20 лет принимает непосредственное участие в записи микстейпа известного битмейкера Чейза «Доу Фэбрэй». Чуть позже выпускает свой второй альбом шоу «Улиц Гетто», который оказал большое влияние в развитии русского рэпа. Портал Rap.ru назвал данную пластинку лучшим трэп-релизом года. В том же году Янис участвует в Версус Баттле против Галата. Несмотря на неплохую рифму и хорошие панчи, Ты жопа на земле, я палец в небе. В его выступлении чувствовалась неуверенность и единогласным решением судей дуэль выиграл более опытный Галат. Это был Версус Баттл, победил Галат. До встречи. Если смотреть в рамках России, то Яникс один из первых и точно самый успешный из тех, кто начал продвигать трэп. Однако стиль Яникса нельзя назвать новым в мировом масштабе. Южный хип-хоп стал популярен в Америке еще в начале 2000-х, благодаря таким исполнителям, как Ауткаст, Гуди Моб и Лил Джон. Яникса часто обвиняют в том, что он просто переводит американские песни на русский и исполняет их практически идентично по звучанию с оригиналом. В том же Версусе Галат выдал на эту тему очень сильный панч. Жирная жопа, нужен лэп-дэнс. Включаю трактайги. Хэтс соу фэт, нита лэп-дэнс. В 21 год Яникс выпускает альбом шоу «Улиц Гетто 2», который стал прорывом для исполнителя. Релиз получился намного интереснее первой части альбома. Яникса узнают по-настоящему широкие массы. Несмотря на резкий прилив хайпа в 22 года, Янис все-таки заканчивает университет. Однако, сам он признался, что никогда не хотел бы работать по полученной специальности. В том же году он выпустил очередной альбом «Блок Стар», а год назад – альбом «Гиани». Клипы на треке из этих альбомов собирают миллионы просмотров на ютубе. Я затыкаю суку, если эта сука лезет в мой бизнес. Сейчас карьера Яникса находится на взлете, и он до сих пор не подписал контракт ни с одним лейблом. Его имя даже внезапно засветилось в вечернем Урганте. Правда, в рубрике «К нам могли прийти, но не пришли». Ну а все это уже совсем другая история. Это была история Яникса до того, как он стал известен. Переходи по ссылке в описании и голосуй за новых героев шоу в нашем паблике ВК. Также подписывайся на наш канал и следи за историями славы самых топовых отечественных и западных звезд. А пока предлагаем посмотреть другие эпизоды нашего шоу до того, как стал известен.